Всем привет! Я Олег Кашин. Каждый день я пишу колонки и думаю о судьбах Родины. Сегодня мы считаем мою статью 2016 года уже о забытом информационном поводе, но тогда нашумевшем изнасиловании русской девочки в Берлине, которое вроде бы было придумано российским телевидением, и на самом деле изнасилования не было. Итак, 2016 год. Историю с изнасилованием русскоязычной девочки в Берлине можно считать несомненным успехом российской пропаганды. Дело, конечно, не в девочке, а в том, что российское телевидение, не раз уже становившееся посмешищем с сюжетами вроде знаменитого «Распятого мальчика», наконец сумело нанести болезненный удар по западному общественному мнению, в данном случае немецкому. Залогом успеха оказалось взаимодействие с русскоязычной диаспорой, прямой разговор с ней посредством телевидения. Результатом стала раздраженная реакция властей Германии, скандальные публикации в печати и тот самый осадок, который всегда остается после удачных пиар-компаний, вне зависимости от того, насколько достоверны слова их участников. Оказывается, в Германии есть достаточно людей, готовых поверить российскому Первому каналу скорее, чем представители немецкой прокуратуры. Репортажи на русском языке из берлинского района Марцан дают изучающую картину нового Брайтон-Бич в Европе. Мы читаем про деклассированных людей, говорящих на русском с многочисленными вкраплениями немецких слов и не желающих становиться частью того общества, в котором они живут. Комментаторы Deutsche Welle иронизируют над тараканами в головах этих людей. Все это выглядит как удивительное открытие. Кто бы мог подумать, что россияне в Европе ментально неотличимы от россиян в России. Более того, европейские россияне вобрали в себя самые гипертрофированные черты российских обывателей, потому что у тех-то, помимо российских телеканалов, есть и собственные впечатления о жизни в современной России, а у европейских россиян таких впечатлений нет. У них только телевидение. Живет человек в Берлине, говорит по-русски, восхищается Путиным и ненавидит Европу. Такое ощущение, что Германия впервые взглянула в глаза этим людям только сейчас, в 2016 году, хотя массовая эмиграция из России началась еще до крушения СССР, и Германия на протяжении всех постсоветских лет оставалась самым популярным эмигрантским маршрутом. Представить себе эмигранта из СССР-70-х с восторгом, слушающего очередную речь Брежнева и предпочитающего голливудским фильмом «Советский вечный зов» просто невозможно. А в постсоветские, особенно в путинские годы, именно этот типаж оказался самым распространенным. В чем загадка? Как ни смешно, все ответы дал сам Путин еще в первые месяцы украинского кризиса. Он говорил о русском мире. И это не миф. Русский мир существует. Слоган популярной эмигрантской газеты, издающейся в Берлине, «Наше Отечество, русский язык» вполне достоверен, и миллионы говорящих по-русски людей в разных странах оставались соотечественниками даже тогда, когда им самим не хотелось об этом думать. Путин, повторяя формулу Александра Солженицына, называет русских разделенным народом, и это тоже верно. Когда в 1991 году новые границы на месте Советского Союза в результате сговора лидеров бывших союзных республик были проведены по административным границам, существовавшим в СССР, это в одночасье оставило вне России миллионы людей, для которых именно она, а вовсе не Украина и не Казахстан, всегда была родиной. Проблема усугубил массовый выезд россиян в более благополучные страны. Они уезжали туда, где их никто не ждал, и оставались внутри себя россиянами просто потому, что им некем больше было быть. Неудивительно, что монополия на их умы и души досталась теперь Владимиру Путину. Если бы 25 лет назад проблема русских как огромного разделенного народа заинтересовала хоть кого-нибудь еще в мире, все могло быть иначе. Русский мир мог бы быть другим, если бы о русских Европы сама Европа подумала бы раньше, чем Путин. Интерес Запада к России, достигший своего пика к концу 80-х, угас так же быстро, как и возник, а 200 миллионов бывших советских граждан никуда не делись. И вот кто они? Наследники тоталитарной империи, несущие ответственность за танки в Праге и Будапеште, Берлинскую стену и оккупацию стран Балтии? Подданные эксцентричному Владимира Путина, готовые следовать за его волей, куда бы она их ни направила? Несчастные бедняжки, в жизни которых никогда не произойдет ничего интересного? Потенциальные солдаты будущих захватнических войн? Ответа на этот вопрос за 25 лет никто на Западе не придумал. Русский мир не стал частью западной цивилизации, просто потому, что никому вообще не приходила в голову такая возможность. Люди из района Мартсан-Хеллерсдорф столько лет были предоставлены сами себе, что даже странно, почему только сейчас путинское телевидение научилось эксплуатировать их страхи и предубеждения. Это могло случиться и 5, и 10 лет назад, когда угодно, ведь никто не пытался нарушить монополию российского государства на сознание этих людей. Российская пропаганда победила по неявке соперника. Это 2016 год, и вот я сейчас читаю прям такая невинная статья, и, боже мой, какой она скандал вызвала тогда в Германии, вплоть до каких-то доносов в Бундестаг и бог знает чего еще. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Я все комментарии читаю, на многие отвечаю, а если вам нечего сказать, ставьте прямой, простой, честный лайк. Эту статью все время опубликовало издание Deutsche Welle, немецкое государственное издание. Новые свои свежие статьи я пишу трижды в неделю в телеграм-канале Кашен Плюс. Он закрытый, он платный, но бояться не нужно. 5 евро в месяц, российская карта, иностранная карта, неважно. Удобная форма подписки прямо здесь, внизу, в описании того ролика, который вы смотрите сейчас. Также напоминаю, что ежедневно в 9 вечера по Москве на YouTube-канале Олег Кашин, вот на этом YouTube-канале, который вы сейчас смотрите, я провожу свои сольные классические авторские стримы. Вначале произношу краткую речь по итогам дня, а потом долго и подробно отвечаю на все вопросы всех зрителей. Всегда остро, всегда интересно. Смотрите, и чтобы не пропустить, нажимайте бубенчик и подписывайтесь на мой YouTube-канал, на YouTube-канал Олега Кашина. Читайте меня, смотрите меня, слушайте меня, оставайтесь со мной и возвращайтесь. Я Олег Кашин, всем спасибо, всем пока, до завтра.